Алексей Геннадьевич, первый вопрос. Сегодня вашу область упомянул президент на пленарной сессии, на пленарной дискуссии. Сказал, что Тульская область одна из лидеров по инвестиционной привлекательности. Что вы сделали за срок своего правления, что Тула вышла в такие лидеры? Тула не вышла. Тула была в лидерах. Наша была задача сохранить те позиции, которые правительство Тульской области при прежнем руководителе заняли четвертое место в инвестиционном рейтинге по России. Да, и по оси сейчас тоже сохранили третий. Для нас очень было важно. Мы понимали, что это, во-первых, почетно, это и ответственно, но это еще большая нагрузка. Мы понимаем, что агентство стратегических инициатив сейчас ужесточает правила по этому рейтингу. И я прекрасно понимал, и правительство прекрасно понимало, что стабильность – это признак мастерства. И мы все сделали для того, чтобы те показатели, которые были в 15-м, чтобы в 16-м были не хуже. У нас это получилось. Ну, вот, тем не менее, вы, наступая утром на сессии, сорвали аплодисменты даже своего адреса, когда сказали, что, несмотря на очень высокие позиции в рейтингах, да, вы остаетесь… Не надо зазнаваться, ведь вы остаетесь по-прежнему многим недовольны, ну, не всем довольны. Вот что именно у вас сейчас в планах, ну, чтобы это недовольство снижать? Во-первых, очень еще находить возможность чаще общаться с предпринимателем, с нашим бизнесом. И я уже сегодня дал поручение своим заместителям для того, чтобы более активную работу ввели, искали новые площадки для ведения диалога с малым и средним бизнесом. Мы прекрасно понимаем, что, несмотря на комфортность, есть много вопросов, которые надо снимать. И, к сожалению, хотелось бы, чтобы на сегодняшний день работала система, но получается так, что и ручной режим управления тоже никто не отменял. И есть вопросы, которые я отдаю поручения своим профильным министрам и замам, чтобы те вещи, которые возникали в процессе начала подачи заявки и до реализации проекта, чтобы они сопровождались в ручном режиме. Ну, я вам скажу честно, что когда в регион приходит крупный инвестор, я лично беру его на контроль и смотрю все процессы прохода его от регистрации до выхода на площадку, смотрю тоже лично и контролирую, чтобы снимать в ручном режиме все барьеры, которые могут быть. Нет, ну правильно, это прежде всего доходы региональные. Конечно. Мы разинтересованы, мы этого не стесняемся. И мы, наоборот, говорим, что для нас, что и зарубежный инвестор, что и наш инвестор, для нас разницы нет. Мы открыты и к диалогу с зарубежными партнерами, с партнерами и, конечно, с нашими партнерами, которые приходят и развивают свой бизнес. Для нас это важно. Тем более в условиях жесткой и очень жесткой конкуренции. Да, ну вот сейчас еще начали развиваться, пошла тенденция на развитие горизонтальных связей между регионами, бюджетных и не только. И вот я знаю, что вы также тут в рамках форума с некоторыми областями подписали ряд соглашений. Чего они касаются? Ну, Тульская область – это область, которая, она ограничивает с пятью областями. У нас тесное взаимодействие со всеми нашими соседями. Во-первых, первое соглашение – это с Татарстаном. Это один из лидеров наших регионов. Много положительных практик, много тех вещей, которые можно взять на вооружение, можно уже начинать внедрять технологии в различных сферах – в экономике, в спорте, в культуре, в развитии туризма. И мы посмотрели, наши уже коллеги в составе правительства, выезжали неоднократно на площадки Татарстана, смотрели их положительный опыт, делегация оттуда тоже была у нас, смотрели наши положительные какие-то вещи, которые могут им пригодиться. И, конечно, мы развиваем это сотрудничество с Московской областью. Мы тоже понимаем, что те объемы промышленного роста, экономические показатели, определенные инновации, которые вводят правительство и достаточно успешное правительство Андрея Юрьевича Воробьева, мы тоже берем на вооружение. И мы не стесняемся учиться, мы не стесняемся брать те положительные моменты, которые есть в других областях. И со своей стороны мы тоже открыты, чтобы показать, нам есть тоже чем гордиться, у нас есть тоже чем учиться, поэтому это я считаю правильно. И чем больше мы будем эти связи по горизонтали развивать, тем мы будем сплоченнее, тем экономика будет улучшаться и показатели будут расти по всем направлениям. А если говорить о том, чем можно гордиться, ну, вот, в частности, в Туле есть Ясная Поляна, и вообще сейчас Тульская область пытается развивать свой туризм. Я знаю, что вы даже ввели новый бренд «Мастерская России». Вот подробнее про это расскажите. Вы знаете, мы его не ввели, мы сейчас в процессе. Тула – оружейная столица. Это факт. Это факт, который сложился исторически. Ну, Тула – это еще и крупнейшая металлургия, это крупнейшее химическое производство. Не только в России. Оборонное. Не только в России. Ну, давайте я про оборону чуть позже. Не только в России, но и в Центральной Европе. Это мощнейший оборонно-промышленный комплекс. И мы прекрасно понимаем, что быть столицей оружия – это почетно. Это история, и никто с этим не спорит. Ну, как мы можем обделить вниманием тех же инженеров, технологов, которые делают продукты, которые входят в программу импортозамещения. Как мы можем обделить тех людей, продукции которых используются в самолетостроении, в космосе. Ну, это же тоже наши люди. Поэтому я считаю, что больше будет подходить, ну, мое видение, что Тула – это оружейная столица, она была и остается. Но все-таки Тула – это мастерская России. Это, мне кажется, созвучно. И если наши жители это воспримут, и если оценка будет положительная, то, в принципе, мы выйдем на новый бренд, что Тула – мастерская России. И она по праву заслуживает это название. Ну, последний вопрос про старый бренд, уже у всех ассоциирующийся с Тулой. То, что это, как вы уже сказали, столица оборонно-промышленного комплекса, столица оружия. И мы все знаем, еще на своем послании в Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что в ОПК нужна диверсификация. В частности, когда он приезжал в Тулу на завод «Сплав», если я не ошибаюсь, он тоже еще раз говорил о том, что нужно диверсифицировать производство оружия. И нужно перейти на производство, 50-процентное производство гражданского оборудования. Вот как сейчас с этим обстоят дела? Я хочу сказать, что мы все прекрасно понимаем, что гособоронзаказ, он на сегодняшний день есть, и он никуда не уйдет, он останется. Ну, конечно, объемы будут сокращаться. Мы прекрасно понимаем, что та продукция, которая производится на нашем оборонно-промышленном комплексе, она идет на экспорт. И тульские оружейники поставляют свое оружие во все уголки земного шара. Экспорт был и экспорт останется. Мы должны уже готовиться и уже думать о завтрашнем дне для того, чтобы часть оборонно-промышленного комплекса уже начала производство гражданской продукции. Эту работу мы уже начали. Во-первых, создано специальное бюро, которое сейчас рассматривают. Туда входят наши конструкторы, инженеры военно-промышленного комплекса, которые смотрят на шаг вперед и изучают линейку, что необходимо, что может быть востребовано. Сейчас наше крупнейшее оборонно-промышленное предприятие, сплав КБП имени Шипунова, уже начало производство современных медицинских, высокотехнологических роботизированных комплексов. Например, как «Ангел». То есть это увязывается в современную медицину, в телемедицину. Это современнейшее оборудование. Есть ряд еще медицинской техники. Кстати, у нас была конференция, посвящена этому, прижила Рогозин, и мы выставляли то, что производят наши таблики. Другое оборонное предприятие выпускает дизели, гражданские продукции, которые используются как в Министерстве обороны, как и в МЧС. Есть ряд гражданской продукции, которая связана со спасательной техникой. Ну и ряд еще есть продукций, которые используются в сельском хозяйстве. Поэтому надо включать мозги, надо уже сейчас думать. Тула – это город сильных и талантливых людей, и мы прекрасно понимаем, что с этой задачей мы справимся. Это достаточно такой комплексный вопрос. Он непростой, хочу сказать сразу. Он требует и модернизации линий производства, определенных вложений. Но наши конструкторы об этом знают, и мы уже смотрим на шаг вперед, и этой работой сейчас занимаемся. Итоговый вопрос, традиционный, естественно, здесь, на Петерском форуме. Какие заключились с соглашением, какие суммы? По итогам работы форума мы на полтора-два миллиарда, мы превысим показатели прошлого экономического форума в Санкт-Петербурге. Были сделаны крупные соглашения с компанией «Еврохим», крупнейшим нашим холдингом химическим, на 28 миллиардов рублей. И что приятно, что партнерами «Еврохима» явилась крупнейшая химическая компания с Китаем. Сумма вложенных инвестиций – 28 миллиардов рублей. Это совершенно новое производство, где будут новые рабочие места и где будут новые налоговые поступления. Мы это прекрасно понимаем. Значит, крупнейший контракт с металлургической компанией. Расширенная линейка производства, новая стальпрокатная производство, которая повлечет за собой тоже образование новых рабочих мест. И мы прекрасно понимаем, что и определенный посыл экономических показателей. Ну и будут созданы, придут новые резиденты в особую экономическую зону, будут созданы три предприятия по тоже химическому производству. Ну и ряд еще компаний, которые делают модернизацию и открывают свой бизнес на территории Турцкой области. Поэтому я считаю, что мероприятия форума «Два дня», которые мы проработали, они достаточно успешны и за собой принесут определенные вещи, которые позитивно будут ложиться на наш регион во всех сферах. И самое главное, все здесь нацелено для привлечения инвесторов, для того, чтобы деньги пошли в регион и условия жизни наших граждан, качество жизни улучшалось. Мы для этого все делаем и стараемся. Ну, я поздравляю тогда вас с тем, что успешно для Турцкой области прошел этот форум. Спасибо большое.